Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, что можно сделать из старых и ненужных носков. Казалось бы, это просто носки, но из них можно сделать дизайнерские вещи. Итак, поехали. Первое. Я отрежу от носка резинку. Далее разрежу по пятке, затем пополам. И от получившейся детали отрежу вот такой квадратик. Примерно 10 на 10 сантиметров размером. То же самое я сделаю со второй частью носка. Из одного носка у меня выходит два квадратика. Примерно 10 сантиметров размером. И таким образом я разрезала вот эти носки. Итак, вот что получилось. Вот такая куча квадратиков. Далее нам понадобятся джинсы. Я взяла старые и ненужные. И отрежем от них одну штанину. Это будет основа для нашего коврика. Разрежу эту штанину по внутреннему шву. И вырежем прямоугольник размером 60 на 40 сантиметров. Выравниваем края. Отмеряем 20 сантиметров. И отрезаем лишнее. Готово. И вторую штанину мы разрежем на полоски по 5 сантиметров. Готово. Далее нам необходимо будет к основе пришить одну полоску шириной 5 сантиметров вот к этой стороне. На 1 сантиметр от края. Готово. Далее выворачиваем на изнаночную сторону. Отглаживаем. И начинаем первый ряд нашего коврика. Я прикреплю для удобства за щипами. И берем наши квадратики. Складываем пополам вот таким образом. И еще пополам. И получаем треугольнички. И прикладываем их к полоске. Один за другим. И прикалываем. Продолжение следует... Готово и пришиваем эти треугольнички на 1 см от края вот таким образом. Готово и далее мы закрываем первый ряд треугольничков следующей полоской из джинсы. Подворачивая ее на 1 см прикалываем к ряду. Все швы получаются закрытыми и прошьем эту полоску на 1 мм от края. Вот таким образом и дадим вторую строчку посредине полоски. Готово и таким образом прошиваем весь коврик. Итак, готово. Все треугольнички мы пришили. Посмотрите, как аккуратно смотрится, все швы закрыты. И далее нам остается только обрезать лишнее с боков и обработать края. Тот край, откуда мы начинали, у нас уже обработан. Нам остается обработать нижний край, подворачиваем два раза вот таким образом и прошиваем на 1 мм от края. Бока мы обработаем этой же бейкой, которая у нас 5 см из второй штанины была нарезана. Вот таким образом лицом к лицу пришьем сначала на 1 см, затем сложим и подвернем и прошьем на 1 мм от края. Итак, друзья, наш коврик из ненужных носков и старых джинсов полностью готов. Посмотрите, какой необычный и яркий коврик получился. Он очень прочный, толстый и надежный. Его можно легко стирать, вытряхивать. Я буду его использовать в прихожей. Коврик получается очень аккуратным, все швы закрыты, ниток никаких не торчит. Очень прочный и долговечный коврик. Так идея номер два. Я отрезаю от носка максимально возможные целые части. Убираем пятку и резинку. Продолжение следует... итак вот такая куча заготовок у меня получилось и далее мы будем сшивать их между собой в трубу я чередую разные цвета и идем на машинку удобнее всего сшивать вот таким образом на одну деталь мы выворачиваем другую и лицом к лицу пришиваем на 1 сантиметр от края затем выворачиваем и уже к следующей детали к розовой будем пришивать следующую деталь таким же образом выворачиваем вкладываем лицом к лицу и прошиваем на 1 сантиметр от края готово у меня получились вот такие две яркие симпатичные трубы длиной они по 140 сантиметров каждая этого будет достаточно и теперь чтобы полностью утилизировать наши носки мы возьмем отрезки обрезки от носков от предыдущих идей и немного их отсортируем я буду откладывать резинки отдельно они нам понадобятся для третьей идеи а все что осталось и я измельчаю будем это использовать для наполнения в качестве наполнителя готово носки я отсортировала вернее обрезки от носков резиночки пока мы отложим для следующей идеи а вот с этими обрезками я смешаю холофайбер и мы будем наполнять этой смесью трубы и Продолжение следует... Равномерно распределяем наполнитель по трубе и концы трубы мы будем зашивать с двух сторон. И так вот что получилось две наполненные трубы и теперь мы будем плести из них подушку. Сейчас покажу каким образом. Складываем одну трубу на другую ровно посредине. Вот так. И начинаем загибать вот таким образом. Формируя первый узел. Хорошенько затягиваем и выравниваем. Готово. И таким же образом, также сгибая наши концы, формируем второй узел. Также хорошенько все затягиваем и расправляем. И у нас осталось четыре кончика, которые мы сейчас заправим. Вот таким образом. И для прочности я эти кончики пришью. Итак, друзья, наша подушка из ненужных носков полностью готова. Посмотрите, какая оригинальная форма, яркая и стильная подушка. Она невероятно мягкая, нежная, ее так и хочется трогать и прижимать. Такая подушка станет украшением любого интерьера. И, наконец, третья идея. Все, что у нас осталось от горы ненужных носков, это их резинки. Сейчас мы их будем переплетать вот таким образом. Надеваем на два пальца, перекручивая первую резинку. Затем вторую. И продеваем первую резинку через вторую. Одеваем следующую резинку. И проделываем то же самое. Вот такое плетение получается. И продолжаем плести примерно сантиметров до 30. Готово. Конец полоски я зафиксирую зажимом. Я сплела вот такие три полоски разных оттенков. Также нам понадобится ткань в тон. Резинка шириной 2,5 см. Длиной 13 см. Из ткани мы вырезали полоску 30 на 8 см. Складываем ее пополам и прошиваем на 1 см от края. Готово. Далее с помощью булавки вывернем. Затем проденем туда резинку тоже с помощью булавки. И зафиксируем концы. Для этого мы подвернем на 1 см примерно конец. И вместе с резинкой прошьем. Готово. И теперь мы кончики этой полоски с резинкой пришьем к концу нашей полоски плетеной из носков. Вот таким образом. Готово. И у нас получился оригинальный ободок для волос. Вот такие три яркие необычные ободка получились. Сейчас покажу как их носить и как они смотрятся. Вот первый ободок нежно-сиреневых и светлых оттенков. Вот так смотрится второй ободок. Очень интересно получилось. Две красные резинки были толще остальных. Как они интересно выглядят. На середине ободка. И третий ободок. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения. И до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!